20 апреля историки и востоковеды Казанского университета защитили стратегию развития своего института в размере динамики КФУ. В начале встречи собравшихся поприветствовал директор Института международных отношений, истории и востоковедения и напомнил коллегам о достижениях, которых добился институт. Переходя к стратегии дальнейшего развития коллектива, директор института сразу обозначил необходимость повышения уровня подготовки иностранных языков. Позвучные цифры. Три профиля направления расскорения алкоголистики. На первом-втором курсе от 10 до 40 дисциплин в институтах мы изучаем. Этот процент увеличивается в третьем и четвертом курсе и составляет уже 60-80% всех дисциплин. Поговорили и о рейтингах. За последний год проведены новые исследования, что дает надежду на рост количества публикуемых результатов, а значит и публикационной активности. Разумеется, не только повышение в рейтингах является задачей института. Насколько интересна научная работа студентов на международном уровне, отлично показывает практика сетевой магистратуры. Есть у нас сетевая магистратурная программа по направлению логистики. Она реализуется совместно северо-арктическим федеральным университетом, Новосибирским госуниверситетом, Умским федеральным университетом и немецким культурным центром имени ГЁТ. Может ли КФУ предоставить возможность подготовки блестящего специалиста? Безусловно. Преимуществом классического университета как раз и является широкий выбор направлений подготовки. И что является важным условием для разработки дорожной карты института, которая по-прежнему подразумевает повышение уровня подготовки преподавателей, хорошо осведомленных в своих предметных областях. Аделя Шамилова, Ленар Тавлитьяров, Универгьюз.